Мой бэкграунд в основном связан с индустрией гостеприимства. Я считаю, что индустрия гостеприимства пронизывает нитью вообще все, что я делаю, начиная от стажировок, от работы в отелях, когда я училась в СВИСАМИ. Я проходила стажировки в отеле Каринти, в Лотте, в Кронплазе. Потом еще мне повезло поработать в Росконгрессе на руководящей должности и съездить на стажировку в Америку тоже благодаря СВИСАМИ. В 2020 году мой фокус немножко поменялся на такую тему, как нутрициология. И открыли мы семейную компанию, связанную с кептинами, с добавками, со здоровым образом жизни. И индустрия гостеприимства здесь тоже часть моей жизни, потому что мы организуем клиентский сервис, мы организуем все возможное, чтобы нашим покупателям было комфортно взаимодействовать с компанией. Вот, соответственно, здесь я говорю, что индустрия гостеприимства на везде. Все четыре года это какое-то такое приключение, лодка карнавала, в котором происходило вообще все, что угодно. Начиная от первого курса, где мы там учились носить бокалы, все это падало, рушилось. И от курса к курсу, когда мы учились менеджменту, конечно, воспоминания очень теплые. Там, как мы создавали ресторан свой, как мы делали бизнес-планы. Ну, то есть это какой-то такой глобальный уже уровень понимания менеджмента был. Это все запомнилось именно как приключение, как приключение, которое имеет вот в конце диссертацию, бизнес-проект, который ты уже в конце отшлифовал и видишь, что ничего себе, вот эти четыре года прошли не зря. И была борьба с тем, что нужно представлять себе, нужно представлять проект. То есть это настоящая школа жизни. Я бы даже сказала, что это не просто университет, это прям действительно школа образовательная и школа жизни. Сейчас я работаю операционным директором компании Пептидрус. И дополнительно еще создали компанию внутриклуб.стор. Обе компании направлены на то, чтобы доносить знания людям о том, что можно жить здорово. И, соответственно, мы предлагаем те продукты достаточно уникальные. В основном мы специфицируемся именно на пептидах. Ну и на дополнительных вещах, как витамины, косметика. В общем, все, что идет дополнительно для здоровой жизни. Сейчас мои текущие задачи именно развития компании, увеличение продаж, улучшение сервиса, взаимодействия. И, соответственно, новые технологии. Пытаюсь подключить такие, как чат-боты разные, усовершенствование дизайна сайта. В общем-то, это все, чем я сейчас занимаюсь. Я считаю, что Свисам именно дал отличную основу не только для работы в индустрии гостеприимства, а, в принципе, в работу в бизнесе, что ты можешь пойти в компанию или создать свою компанию. Ты, в принципе, знаешь, как работает система. В принципе, когда я работала на найм, на мероприятиях, я уже приходила. И на месте, в работе с персоналом, на работе вообще в целом операционный процесс, выстраиваешь это, и оно начинает крутиться. И, соответственно, я считаю, что это такая базовая основа понимания работы. Именно она мне пригодилась. Все, что было направлено на понимание того, как устроен бизнес, я считаю, что это все пригодилось. От и до, без каких-либо воды, которая обычно бывает, там и операционный менеджмент, и финансовый менеджмент. То есть это все сложилось, пазлики сложились, окей, идем, работаем. Тренд действительно есть на то, что люди начали больше интересоваться своим здоровьем и пытаться именно решить проблему не поверхностно, а погрузиться, посмотреть, от чего, из-за чего произошла та или иная проблема. Очень много молодых людей именно интересуются тем, как улучшить состояние здоровья, как сделать так, чтобы чувствовать себя лучше, просыпаться бодрее, чтобы мозг работал чуть лучше. Идет запрос на то, чтобы проходить чекапа, на то, чтобы пить витамины. Время меняется, время ускоряется, и нужно использовать максимум своих возможностей, максимум здоровья.